Светлый танец Ребят, по находкам хочу отчитаться. Вот такое большое количество монет получилось. Да, Серега он снимает на вторую камеру. Танец он свой станцевал. В принципе, монет он наковырял нормально. Весь второй ряд. Это его монеты. Вот. И получилось у него 18 монет, ребят. 18. Так что он чемпион. Что хочу отметить. Несколько экземпляров. Это 5 копеек масон. Вот такой зачетный, красивый. Снимаю в машине, потому что сегодня весь день был ветер. Ужасный ветер. И решил заснять вам в машине. Дальше, что интересно, здесь вот такая вот монетка. К сожалению, он лопатой понять трахнул. Вот. Затем есть вот такая вот монетка. Тоже прикольная. Это у нас Сибирочка. Или же его еще называют Соболя. 1773 год. Екатерина. Очень приятная монетка. Вот такая тоже. С этой монеты начался сегодняшний коп. Одновременно с Русиком они подняли монетки. Ну, полушечка. А, вот с этой, вот с этой. Вот Екатерина начался. Да, 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 да. Очень красивая монета. Монеты не чищены вообще. Как были выкопаны, так и остались. Вообще классные. Вот. Двушки Александра. Деньга в основном присутствует. Вот так вот прикольно. У Рустика тоже получилось неплохо. Вот Павел. Вообще в хорошем сохранчике. У него тоже Сибирочка. Вот такая прикольная копеечка. А, Сибирочка. Масон. Масонская монета. 1836 год, если я не ошибаюсь. Был сегодня ветер очень сильный. Так что, может быть, то, что комментировали парни на обзоре поднятия монет, я, может быть, даже и переозвучу. Вот. Так что, вот так вот. Классно получилось. Вот тоже красивая монетка. Полушечка 1749 года. Когда из земли она вышла, она вообще шикарна. Очень шикарно выглядела. Так. И вот такая вот тоже. Я тоже предполагаю, что это полушечка Елизаветы. Прикольно получилось. Кстати, вот еще несколько экземпляров очень хороших. Деньга 1750. Хороший внешний вид. Павел. 1801 год. Тоже очень хороший сохран. Очень приятная монета. Вот. Так что, вот так вот у нас сегодня получилось. Получилось просто нехило. Ехали на шурф. Решили проверить полянку. И полянка дала вот такое количество монет. Очень большое количество монет полянка сегодня дала. Так что, принимаем. Поздравления. В комментарии. И вот такая вот красота. Итак, ребят. Ну, а по находкам у нас получилось нехило, как и в прошлый раз. Мы добивали сегодня полянку. Получилось достаточно неплохо. Большое количество монет. К сожалению, один я только нашел советики. Больше никто советы то ли не подымает, то ли вообще не хочет. Давайте с шмурдика я, наверное, чуть позже покажу. У меня в багажнике конины накопали куча. Все, что интересно. Сейчас пробежимся. Вот такой вот рустик поднял. Походу, две копейки. Или же все-таки копейка, но она как-то перечекан. Очень большая. Дальше. Аж у Сереги. Сколько у вас получилось монет? А? Сколько у нас монет получилось? Не знаю, короче, сколько у них получилось. Но сегодня оказался чемпионом я. Вот такая вот монета. Пчелка. Вообще красивая. Дальше. Вот такая у меня еще красивая. Копеечка. Екатерина. Самое главное интересно то, что проглядывается даже надпись номинала. Копеечка. Обычно они затертые. Тут же сохран хороший. Дальше. Павлик. Тоже очень шикарная монета. Рельеф очень высокий. Смотрите. Играю светом. И вы видите, да? Насколько идеальный рельеф. Очень высокий. Ну и здесь тоже, соответственно, неплохо. Дальше. Деньга. Затем копейка. Два. Николая. Ну и здесь у нас пошли просто обычные двушки. Очень печальная монета. Масонские. Две копейки. А год, если не ошибаюсь, 38-й. 38-й год. Такая вот убитая. Я предполагаю, возможно, стреляная. Ну, как-то вот так вот. Проезжаю пост ДПС. Никого. Ни души. Самоизолировались. Ребята, погода испортилась. Заморосил мелкий дождь. И, как говорится, за бортом не очень хорошая обстановка происходит. Пасмурно. Небо все стянуто. Но мы все равно едем. Надеюсь, все удастся. Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Отправились мы на Коп. Все той же компании. Серега, Рус и, естественно, наш молодой комрад Ярик. В общем, приехали на одно местечко. Походим сначала по старым местам. По нашей зачетной полянке. Как вы знаете, смотрели первую и вторую часть. Поле чудес. Монет было много. И я хочу пробежаться там еще раз. Потому что были дожди. Возможно, почва промокла. Находки какие-нибудь будут. В общем, будем ходить. Все вокруг этой поляне. Если что-то интересное будет, вы, конечно же, увидите. Если меня видите, значит, что-то у нас все-таки наотыскалось. Дает полянка, значит. Дает. В общем, снимаю в машине. Ветер за бортом жуткий. МЧС нам передавал по Поволжью порывистый ветер. Скорость 25 метров в секунду. В общем, ну, сильный ветер. Сильный. Вступление есть. Значит, и продолжение видео тоже будет. Смотрим. Будет интересно. Итак, ребята, очень сильный ветер. Камеру прикрываю как могу. У Сереги первый сигнал. И это у нас серебро. Представляете, первый сигнал и Серегина серебрушка. Радует, что серебро единственный недостаток тем, что это у нас СССР, 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 29-й год. Вот такая вот монетка. Первая сегодня серебро. Зачет. Серега разбил ноль. И он уже чемпион. Ветер, ребята, ужасный. Вообще ужасный. Не знаю, как его буду снимать. Итак, ребята, Серега идет. И я тоже отметился сегодня серебром. 10 копеек серебряные. 24-й год. Вот такая серебрушка. До этого еще поднял краник самовара. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, очередная монетка. И я вижу, что это царская. Это копеечка царская. Николай, 1900 какой-то. В принципе, сохран бодрый. Ох, гремит. Гремит. Ладно, идем дальше. Что, ребята, ложь спасла. Жизнь. Вот монетка. Христова, краска. Снова Николай. 1908 год. Вот такая вот монетка. Мне пока прет. Класс, зачет. Итак, ребята, кручусь на этом же пятачочке. Здесь был дом. Здесь бы зашурфиться было бы классно. И вон, смотрите. Монетка. Ох, это у нас копеечка. 1799 год. Сохран бомбический. А здесь что? Ох, а здесь тоже. Ай-яй-яй. Какой сохранчик монеты. Суперский. Я предполагаю, что выбился в лидеры. Классно. Классно. Зачетное место. Итак, ребята, у меня очередной сигнальчик. Вон он в ямке лежит. И что это у нас? Это... Ох. Как же так? Без этого невозможно. Я зарядил лопатой. Свежий срез. Это моих рук дело. Вернее, даже не рук, а ног. Это у нас Александр. Год. 1856 год. Вроде бодро. Вроде как. А с другой стороны подсыхает и все. Монетка, к сожалению, уже с утратами моих ног дела. Ладно, ладно. Идем, копаем. Итак, ребят. Вот в этой ямке Серега откопал вот такую красавицу. Это у нас денежка. Офигеть. Так звучит красиво, да? Денежка. 1857 год. По сохрану сказать трудно, потому что как бы окисел на нем присутствует. Ладно, чистка покажет. Ну, а так зачетная монетка. Денежка. Ладно, закапывайте за собой, ребят, ямки. Закапывайте. Ямки здесь у нас сегодня нарыли много, но все, пока мы лимим за собой. Итак, ребят, хочу вас порадовать очередной хорошей находкой. Вот она. Сейчас подходил Камрад, смотрели вместе. Но так и не разглядели, что камеру достаю и вместе с вами ее чищу. И это приятная находка. 1-7-7-1. 1771 год. Хорошая, хорошая монета. Екатерина. Зачет, зачет. 1-7-7-1. Кстати, Серега сегодня тоже серебро поднял. Серебро поднял где? 1-8-8-8. Вот такая бодренькая монетка. Зачет. Отправляется в карман. Серега справа. Другой Камрад слева. В общем, ходим по этому же холму. Ветер весь день. Итак, ребята. Среди ямок. Вот ямка. Вот ямка. Вот ямка. Вот ямка. И вот моя ямка. И вот он, маленький, маленький крестик. Гнутый. Так, вот такой вот без ушка. Вот так вот матушка земля. В зимнее время металл ломает. Вот так вот. Ну, ничего страшного. Это дело поправимое. Был бы латунный, тонкий. Как из земли вытаскивайте. Можно при помощи рук его просто взять и выпрямить. Но здесь толщина нормальная. Я чувствую, что он надломится. Так что трогать его не будем. Оставим пока так. Второй крест сегодня. Идем дальше. Итак, ребят, подошел я к Сереге. Ждал он меня, наверное, с минуту, пока я подойду. Ну, монетка вот такая вот подсохла уже. Сохранчик, смотрите, хороший. 1825 год. А, 1929. Такая бодренькая, да. Говорит, еще там что-то нашел. Ну-ка, Серый, покажи, что там. Блин, ветер. Стараюсь, ребята, прятать, как могу. Так. Николай. Трешечка. Блин, крупные монетки все-таки есть. Вы не представляете, какую я мелочь сейчас сшибал. А это он залез в кусты. И вот в кустах достал трешку. Вот так вот. Зачетно. Две крупные монеты сегодня. Это самые крупные, ребята. Представляете? Это самые крупные монеты. Классно. Ну, монет наковыряли предостаточно. Тоже пойдет. Пойдет. Там вон Камрад подъехал один. Вон он. В свое время мы встречались в одной деревне. Он копает металлолом. Да. На такой машине и металлолом. Ладно. Ветер нам не помеха. Скоро будем заканчивать. Ну и что, ребята. Начинал я в машине. И буду заканчивать также в машине. Ветер у нас продолжается. Тучи гоняет то туда, то сюда. В общем, хмурый такой день. По находкам шмурдяка накопали. Вот такое большое количество. Серега с сыном откопали вот такую зачетную пломбу. Вообще классная. Классная тем, что имеется царская символика с обоих сторон. Я редко, конечно, вижу пломбы, чтобы орлы были с обоих сторон. В основном всегда с одной стороны. Гильзы тоже собирали. Потому что мы как бы из них делаем панно. Если гильзы с Первой мировой. По шмурдяку я сегодня вообще, блин, чемпион. Смотрите, сколько я шмурдяка сегодня наковырял. Просто бомба. Но это шмурдяк. Ничего интересного. Из вкусного. Что у нас сегодня получилось с битого места? У Сереги весь крупняк. Двушка. Александровская. Еще одна двушка. Вот эта двушечка вообще. Зачетная, классная. Внешний вид бодренький. Трешечка. Я вам ее снимал, показывал. Серебро. 20 копеек. Самая первая находка. Деньга. Одна из последних находок, которую я заснял. Александр Второй. Из серебра. Также я вам говорил, что интересный год. Тем, что год очень красивый. 1888 год. Вот такая царская серебрушка. Давненько нам царское серебро не попадалось. Очень давно. Ну и что? Второй ряд. По моим находкам. Самый зачетный. Это одна копейка. 1799 год. Сохран просто бомбический. Зачетный. Дальше. По этой монете я засадил хорошенечко. Вообще засада полная. Прямо до чистого металла. Дальше. Единственное сегодня. Екатерина. Вот такая вот. Надеюсь, почистится. Будет бодренькая. Очень странно. Быстро я их нашел. Копеечка Николаевского образца. Раз. Копеечка Николаевского образца. Два. Затем. Сегодня советик попался. 15 копеек. 1957 года. И вот такая вот зачетная. Дефектовная. Деньга. По ней РУС тоже засадил. Как и я. Ну и у меня вкусное еще что было. Ну и серебрушка, конечно. Вот такая серебрушечка. Серега серебро сегодня накопал. И я. Ну как-то вот так вот получилось. С этим местом, пожалуй, все. Закончили. Больше сюда, наверное, возвращаться и не будем. Поляна была зачетная. Три видеосюжета с этой поляны были зачетные. Ну, на этом и все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok